На северо-востоке штата Нью-Мехико в США продолжают гореть большие территории сухих лесов. Этот пожар называют крупнейшим в истории США. Пожарные пытаются оградить от огненной стихии Лас-Вегас и небольшие городки вдоль побережья. Бульдозеры расчищают линии огня от упавших деревьев и сухих кустарников, чтобы лишить огонь возможности продвигаться дальше. Одновременно самолеты и вертолеты распыляют огнезащитные вещества к западу от Лас-Вегаса. В выходные здесь ожидаются сильные ветры. Президент США объявил на пострадавших территориях стихийное бедствие и распорядился предоставить федеральную помощь для восстановительных работ. Кроме того, выделят средства на временное жилье или ремонты, недорогие кредиты и покрытие потерь незастрахованного имущества. Этот пожар образовался в результате слияния двух очагов. Эвакуированы жители около 115,5 тысяч домов. Около 170 домов сгорели. Скорее всего, это только начало. Эта жительница Лас-Вегаса готовится к эвакуации. Её самые ценные вещи уже в машине. «Я оставляю много своих вещей, потому что мне некуда их положить. Поэтому я просто беру самые ценные, которые мне действительно нужны. Остальное придётся оставить». Говорит, что дым от пожара сказался на здоровье её внука. «Вчера задымление было очень сильным. У него начался сильный кашель». Учёные говорят, что лесные пожары в регионе теперь начинаются раньше и становятся более распространёнными, чем когда-либо прежде.